Идущий консультант, вероятное решение. Сергей, если вы слышите нас, подключайтесь. Вам слово в следующие слайды, Леонид Иванович. Сергей, вы на связи? Да, я на связи, камеру включил, меня видно. О, отлично, отлично. Если он не на связи, ну тогда, наверное, фразы. Мы, наверное, не можем сказать. Да, алло. Я вас слышу прекрасно. Беремок. Беремок работает. Есть, джум есть, поможешь, кто в джуме есть? Сейчас мы посмотрим, кто в джуме есть. Если его нет, то мы его в карте, наверное, сможем рассказать. Сергей есть? Сергей, если вы на связи, пожалуйста. Вот я его вижу. Только микрофон вам нужно включить. У меня включен микрофон. Вы меня слышите? Я слышу. Держи, я деньги на развитие микрофора. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, кто нас знает и кто не знает, но теперь уже знает, да, в курсе, что мы специализируемся на сопровождении разных грантовых заявок, в получении разного рода бюджетных средств, гранты, субсидии, налоговые льготы. Мы формируем заявки в органы федеральной и региональной власти, помогаем муниципалитетам, помогаем бизнесу, да, то есть то, что сейчас называется там емким, непонятным иностранным словом фандрайзинг и гарантайзинг, да. То есть помощь в получении разного рода государственной поддержки, государственных средств. Ну, я в посложившейся традиции на самый важный вопрос, где взять деньги, в последнем выступаю, и очень коротко, да. Если можно, следующий слайдик, да. Мы выделяем в зависимости от типа и вида средств, видов поддержки, источников финансирования, да, наверное, три такие основные стадии. Вам сегодня, в принципе, достаточно подробно раскрывали стадию первую, да, то есть концепция, предпроект, проект, правильное моделирование, проектирование и информация, которая служит подосновой для правильных проектных решений, да. Вот, я думаю, что большинство финансовых ресурсов, источников, да, которые на это мероприятие, это, наверное, все-таки или частные инвестиции, или бюджет муниципалитета, да, то есть бюджет города. Потому что большинство федеральных региональных программ максимум, на что предполагает поддержку, но это не всегда. Такое бывает, но не часто. Это, наверное, разработка проектно-сметной документации, ее госэкспертиза. Вот это в государственных программах, в принципе, закладывают. Поэтому, скажем так, финальная часть первой стадии, концептуирование, проектирование, да, которое заканчивается проектно-изыскательскими работами, разработкой проектно-сметной документации и ее экспертизы, это, на это, в принципе, можно попробовать получить бюджетные средства, да. Но вот концепция, исследование, это, я думаю, что все-таки, наверное, частные инвестиции, интересантов бизнеса, может быть, общественных организаций, может быть, НКОши каких-то региональных, да, и местных. Инвестиции и, как это, спонсорские, меценатские деньги, да, для неравнодушных людей, которые, что называется, мы все по чуть-чуть соберем и правильную концепцию выстроим, да. Вторая стадия, которая строительно-монтажные работы, ну, фактически все то, что начинается с государственной экспертизы, проектно-сметной документации, с проектного, архитектурного и надзора, да, подготовка строительно-монтажных работ, их проведение, их приемка и их, что называется, актирование, запуск объектов в эксплуатацию, ну, скажем так, чисто инфраструктурно-строительные вещи, да, строй-монтаж инфраструктуры и объектов навигации, указатели и так далее, как правило, это федеральные и региональные программы, да. Программ этих достаточно много, я думаю, часть программ известна, в том числе Кукмару. Кукмар у нас, насколько я понимаю, в этом году победитель федерального конкурса малых городов на городскую комфортную среду. Не помню, какая сумма у Кукмара, на двоих с баблами, по-моему, 160 миллионов рублей, да? 12 миллионов. Ага, вот, соответственно, ну, это довольно достойно, я аплодирую, потому что 9 заявок было от Татарстана, да, удовлетворили, насколько я понимаю, две, Кукмарскую и Бавлевскую, да? Вот, поэтому... Мы хлопаем, да. Поэтому вы молодцы, молодцы, я тоже присоединяюсь, это хорошая, это хорошая победа, это 40%, что называется. Как это? Если двое на 9 заявок, два на 9, это один к пяти, да? То есть пятеро на место. Вот. И некоторые программы, я думаю, тоже муниципалитету знакомы. Это и российский конкурс лучшей муниципальной практики, там есть номинация инфраструктура. В принципе, районы и муниципальное образование из Кульки-Татарстана не раз в ней участвовали. Минэкономразвитие сейчас ее проводит, эту программу. Это и наша республиканская программа по развитию общественных пространств. Это и федеральные целевые программы в рамках нацпроекта, там вот эти сложные вот эти семейные давания, да? ФЦП нацпроекты и так далее. Назовем так, безопасные, качественные дороги. Про это, по крайней мере, я думаю, многие слышали, да? Без всяких этих страшных аббревиатур. Вот, ну и, собственно говоря, наверное, вот с пяток десяток таких программ, на которые можно номинироваться, на которые мы готовим с коллегами заявки, можно, в принципе, подаваться. Самое главное следить за, как это, календарем, да? Графиком подачи заявок, объявлений конкурсов, к сожалению, они не круглогодичные, то есть они имеют начало и конец приема заявок, соответственно, имеют определенный цикл подготовки. И очень важно встроиться в этот процесс, да? И свой календарь своих работ взаимоувязать, всем синхронизироваться и понимать, например, что мы идем на конкурс следующего года, до него 9 месяцев, там, я не знаю, 2 месяца шлифовать грантовую заявку, там, 7 месяцев делать проектную документацию, ну или там полгода или меньше, или 5 месяцев, смотря что, да? Вот, разной трудоемкости бывают работы. Ну и, соответственно, это значит, надо сейчас, как в татарской поговорке, брать в руки одно место и бежать делать грамотную концепцию, да? Соответственно, собирать команды и вперед. Это вот вторая стадия по таким уже инфраструктурным асфальтовым вещам, да, по указателям, по поребрикам, по дорожкам, по планировке вертикальной и указателям. Ну и, соответственно, то, о чем вот сейчас буквально перед Полиной рассказывал Ильдус Ахтямович, это, собственно говоря, как сказать, наверное, даже не проект, потому что проект имеет четкое определенное начало и конец, а вот эта вот стадия, она начало имеет, но, собственно говоря, у нее не может быть четко выраженной даты завершения, то это регулярная работа популяризации, привития культуры, индивидуальной мобильности, да, то есть велопробеги и все, что здесь перечислялось. Специалисты в этом гораздо больше могут сказать, как это все проводится, как эта популяризация происходит, и, собственно говоря, здесь измерители, наверное, только одни. Если муниципалитет, я думаю, полагаю, независимо от участия или неучастия в какой-либо республиканской федеральной программе, будет ставить определенные показатели эффективности, да, KPI по-вражески так называемые, да, с английского языка, например, там, снижение доли передвижений на транспорте с двигателем внутреннего сгорания, повышение доли передвижения путем средств индивидуальной мобильности, например, да, или, может быть, там, снижение выбросов, увеличение культуры, количество пробегов, количество намотанных на цепь и на педали велочасов, скажем так, и так далее, и так далее. Из таких показателей качественного и количественного измерения внедрения велокультуры, привития велокультуры, внедрение, слово такое немножко насильственное, как бы, да, вот, привитие и наследование велокультуры, вот, собственно говоря, можно до достижения этих показателей. А можно, что называется, заниматься этим вечно, да, потому что у этой культуры есть одна хорошая вещь – наследование, да, все, что мы демонстрируем своим поведением, наследуют наши дети, и, дай бог, будут, что называется, передавать дальше из поколения в поколение, Это хорошие аспекты культуры, потому что мы знаем, все плохое в нашу текущую, как говорится, бытность и культура прививается очень быстро, а хорошее прививается медленно, но зато это вещь вечная. На этом я хотел бы закончить. Что у меня там на следующем слайде? Дальше я передаю слово Марату. Спасибо за внимание. Рад был всех еще раз услышать. Надеюсь, было полезно мое короткое выступление. Ну, сами знаете, все основное, оно довольно масштабное, и в деталях там как раз все и кроется. Поэтому заявки – это уже вещь такая трудоемкая. Я не собирался сегодня тратить ваше внимание на обсуждение показателей этой заявки. Спасибо за внимание.